Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господь в Евангелии говорит, как мы слышали, «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам». Вот это в этом месте из Евангелия от Луки, в других местах, как, например, в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея и в очень многих местах. Иисус нам показывает такой образ Отца, что вот Бог есть любящий Отец, который заботится о Своих детях. И это самое важное. И это, среди прочего, дает нам понять огромную разницу между нашей верой христианской и другими представлениями о Божестве. Например, те представления, которые были в античности у очень многих народов, что вот Бог есть властелин, Бог есть вот как-то Царь Небесный. И вот Его надо бояться, потому что Он может тебя наказать. Мы слышали, что апостол Павел здесь в своем послании фессалоникийцам сказал очень интересную вещь той общине, которую он основал, которую он окорблял и так далее. Говорит, мы могли явиться с важностью к вам, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Вот это нежность, это забота, это вот та любовь, с которой Бог нас любит. Но с другой стороны, как мы видим здесь, читая эти слова апостола Павла, это должна быть и мерой нашей любви друг к другу. Вот именно забота и нежность. Всякий просящий получает и ищущий находит, и стучащему отворят. Очень часто, читая эти слова, можно себе задавать вопрос, ну а почему же тогда мы не получаем то, о чем просим? Как часто бывает? Вот, допустим, эпидемия или другая болезнь и так далее. Как часто мы просим о том, чтобы Господь нас пощадил или чтобы нас миновала беда и так далее. И иногда не получаем. Как это объясняется? Тогда Слово Божие нас обманывает. Но если вот вчитывается в эти слова, вот здесь Господь говорит, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святаго, простящим Него. Вот что именно надо простить у Господа. Как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи Духа Мирного, Духа Святаго, и тогда вокруг тебя меняется жизнь. Тогда ты получишь и все остальное. Ищи Царство Небесное, как говорит Господь в Евангелии. Все остальное приложится. Да, здесь Господь говорит о том, что какой Отец, если Сын попросит у Него хлеба, подаст камень, или если Сын попросит рыбы, подаст ему змею. И дальше вот, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вас, и тем более Отец ваш Небесный, и так далее. И вот комментируя эти слова, Феофан Затворник говорит о том, что очень часто получается так, что мы думаем о том, что мы просим хлеба, а на самом деле просим именно камень. Думаем о том, что просим рыбы, а на самом деле просим змею. Вот так получается, потому что мы не знаем, что на самом деле нам нужно. И потому, вот именно так надо себе представить, когда мы не получаем просимое или желаемое, это именно потому, что мы не то просили. И Бог, как любящий Отец, может быть, еще лучше, как любящая мать, настолько с такой нежностью о нас заботится, что даже тогда, когда мы просим не то, Он нам даст именно то, что нам нужно. А с нашей стороны, самое важное, иметь крайне доверие Ему, быть уверен, что что бы мы ни получили, это именно нам во благо. Аминь.